всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал факью и мы начинаем вернее продолжаем нашу торговлю дневник трейдера рубрика у нас подписывайтесь на нашу группу в телеграм или вайбер где вам удобнее или в instagram ссылки в описании в первом прикрепленном посту к этому видео не будем вместе с вами учиться будем вместе с вами учиться работать на рынках торговать в данном случае форексом и так друзья 10.45 я немножко сегодня проспал так как вчера поздно уснул смотрел допоздна уроки александра михайловича вот поэтому сегодня немного проспал обычно стою утром рано утром а сегодня это как то не получилось у меня и так давайте смотреть анализировать давайте с обратной стороны начнем обычно оттуда начинаем теперь начнем сзаду вперед зайдем сзади ну вот что у нас здесь здесь у нас по фунту дам тоже у нас он до фунты фунты а фунт у нас ну такое что-то поджали к уровню пробили обратной модельки не было хотя ну нет она некрасивая такая корявая какая-то не было вот потом обратно вернулись поджались сходили вниз опять же видите непонятно ну даст поджимали сюда мне ну в принципе ничего не понятно понятно поджимали пробили все понятно причем под хорошим таким 45 радусным углом прошла цена ясно все тут ясно теперь где-то здесь было отбитие 80 83 1880 со стопом 6 80 240 280 отработало ну тоже видите моделька отработалась до предварительным ложным пробитием я от не знаю как как считать да вот вот если есть какое-то ложное пробитие у нас до предварительное да вот у нас уровень 21 880 до маленький промежуточный уровень на нем цена откатилась обратно да на 280 295 пунктов ну короче 300 пунктов вот это как как подтверждающий сигнал но скорее всего да потому что цена у нас отбилась потом ушла вверх потом еще раз тест до тест уровня 880 не прошло пошла цена вверх то есть вот это вот хороший типа знак получается что это второй ретест если после него цена уходит обратно под уровень рисуя нашу модель но опять же уши такие здоровенные не хотел с такими ушами уходить до сильно стоп длинный но это фунт тут да такая волатильность огромное здоровое ладно не будем зацикливаться пока что ничего нету если отсюда нарисуется моделька разворотная тогда будем уже что-то думать поехали дальше канадец канадец сейчас я быстренько перенастрою индикатор потому что у меня платная версия платная версия так сделано чтобы ну она платно-бесплатно условно платная да то есть если хотите чтобы он все сам рассчитывал то тогда заплатите не помню сколько вроде 30 долларов и тогда не придется каждый день делать вот это вот до свойства окей и закрыть да и он тогда будет сам все рассчитывать то есть ночь по 30 до короче создатель этого индикатора жадная жопа не ну хорошо каждый человек хочет подзаработать как бы ни было это это его труд как бы да он хочет возместить потерянное время но опять же если он сам трейдер делал этот индикатор для себя ну и по надо делиться с людьми вчера кстати вчера не было видео не потому что я ленивая жопа потому что а потому что у меня зараза выключал или 66 раз за день цвет вот и видео было маленькими кусочками а так как я пишу на оба с да у меня видео сохраняет в формат записи мкв почему мкв потому что она этот кодек самого этого видео видео редактора видео записывающего до программы видео записывающей стримлящей да вот и ему легче с ним работать он не так нагружает компьютер и получается что быстродействие у нас есть еще запас можно и браузер открыть да видите вот смотрите ну то есть как бы не так грузит программу если поставить mp4 она начинает типа переформатировать в mp4 и начинает сильно очень грузить вот так сейчас съем кусочек фрукта вкусного авокадо куша вот это уже бассейн сделал круто так так индикатор перекинули индикатор перекинули 70 210 блин так неудобно мне не было не было но и стоп лосса не было но опять видите моделька некрасивая с кривыми ушами вот здесь поинтереснее будет на что у нас здесь за уровень 725 59 725 60 на 180 вот и все 60 на 180 ну уровня у меня здесь нет я не ставлю такие маленькие уровни ну какой смысл да тут ставить 80 70 пунктов уровень хотя может быть и есть смысл уровне у нас то смещаются со временем но как мы видим да вот он отрабатывает даты динь-динь-динь-динь цена у него бьет 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 прокалывает отбивает поэтому пускай будет этот это 59 800 да тут просто 33 пункта потому что я двигаю уровня не прописываю вручную так так хорошо здесь все хорошо уровне есть индикатор переключили пока что цена она поджималась вот опять же видите поджималась к уровню вроде как должно быть пробитие но была такая не совсем правильная модель ложного пробития и цена улетела вверх причем хорошо так улетела на 165 пунктов потом опять вниз улетела но стоп лосса здесь не было пока и опять пошла вверх такое короче ни туда ни сюда пока что медленно торгуется так что у нас тут сегодня по новостям а по новостям были у нас новости как раз по новой зеландии у нас были новости и по америке у нас новость в 15 30 ну еще далеко до 15 30 можно еще поторговать поехали дальше австралии австралиец перекидываем индикатор на сегодняшний день он делает перерасчет берем последних пять дней этого вполне достаточно по австралии тоже сегодня были новости вот смотрите не заторговать на новостях видите но опять же новость была в 44 пол пятого утра поэтому бы особо она нас не задела на цена сейчас возвращается обратно своей средней атр в принципе оттуда вы откуда вы и стартовала 170 пунктов и осталось пока что торта никаких такая тоже не очень красивая модель была 80 пунктов стоп лосс и не отработала она еще пока себя только только один и два тара прошла причем с возвратом обратно под линию ай короче такой вот видите все моделька не четкая с проторговкой под линию и типа потом тут сформировалась суши кривые и вот она так все и короче криво наперекосяк работает не так как должно так поехали дальше пока что здесь ничего так перри подключаем наш индикатор так здесь у нас на такие ска сессии цена прошла цена у нас прошла и прошла у нас цена так новостей здесь не было никаких по иене только по доллару будет в 15 30 причем что это за новость у нас по схеме джоблэс 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 это же работа да какой-то какой-то опять трудовой трудовой показатель какой-то да будет выходить масличек скрути немножко пожалуйста музычку сильно громко там у тебя орет чуть-чуть потише пожалуйста спасибо большое так 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 что мы здесь видим он 106 800 106 800 32 короче 30 на 90 было но надо было . точно заходить проведем этот уровень пока что какой у нас да видите локальный уровень образовался 800 маленький пускай он будет для чего я его проведу проведу я его для того чтобы видеть будут ли рисоваться от него модельки потому что да у нас тут между уровнями там 25 пунктов всего лишь разница да между этими этим но как вы видите моделька нарисовалась именно на 800 то есть 75 уровень он есть но его только там цепануло до легонько смотрите вот еще у нас уровень есть тоже вчера копейка в копейку сюда цена два раза билась 743 да а может быть потому что сто сто шесть семьсот семьдесят пять это у нас старый уровень ну нет вроде здесь отработал то есть здесь цена его остановил но опять же сильно так мельчить не надо потому что мы потом дупля не отобьем да что происходит с этой ценой ну круглый ой как как чихнул что думал что глаза повылетает так ладно так 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 короче этот уровень проведем да потому что смотрите рисуется от него модельки это раз давайте найдем подтверждение ему где-то дальше на графике но пока нигде нету а вот здесь а что здесь короче такой себе уровень если честно да просто круглый уровень но оставим его пока пока оставим потом будем посмотреть да все таки тоже уровень и цена в данном в данном моменте от него разворачивалась мы же daytrader и нам важно то что происходит у нас здесь и сейчас да то есть видите модель была тут тоже небольшое сейчас сложное пробитие было причем модель себя отработала да ну модель тоже такая кривоватая кривуля такая да но 31 пункт 93 пункта ну было тут еле-еле душа в теле 93 пункта ударились об 900 и уровень отбились нет ну вот видите цена здесь таки ходит так на продажу по крайней мере здесь точно цена уже как бы опасно должна идти почему потому что в зоне перепроданности внизу а таро причем уровне здесь у нас есть 800 и уровень рядышком сразу сразу 775 подтверденный уровень да вот смотрите как цена их два прошила потом выше 800 открылась закрылась да можно было здесь да с тоже там со стоп лоссом 70 пунктов допустим заходить да на покупку но это новости были мы на новостях не торгуем это раз два три три новости на новостях мы не торгуем ни в коем случае поэтому поехали дальше дальше у нас евро доллар евро доллар давайте обновим наш индикатор так обновили индикатор цена пока что крутится вокруг уровня 80 70 смотрите как правильно проведен уровень да она его прошивала ударялась раз-два теперь развернулась сверху тоже такие три тестики ретестики да собирают собирается какая-то позиция цена легла на уровень и туда-сюда его колбасит причем он смотрите была хорошая попытка на 100 чем-то пунктов пройти пройти данный уровень пока что здесь непонятно что будет да надо смотреть как будет себя вести цена авокадо скушаем чтобы мозги начинали работать просыпались а что у нас там по тренду а тренд у нас нисходящий да а тренд у нас нисходящий а на часовике у нас двойная вершина таки нарисовалась с большим большим плечом 550 ну вот она уже почти себя отработала потому и развернулась 450 до 70 процентов она уже прошла но опять же тренд у нас нисходящий сформировался поэтому будем рассматривать на продажу опять же половину от а ра цена прошла на продажу и и даже почти краю от а ра но это копейки уже до 30 пунктов вероятность того что цена пойдет уже туда дальше хотя опять же у нас новости сегодня есть тут уже как новости как новости себя поведут на ну в принципе все а то индикатор а тара пили настроили посмотрели пока ничего у нас тут интересного веселого нету поехали к франку что у нас француз француз а француз у нас француз пока ничего пока на токийской сессии вошел к средине а тара и пока здесь пилится уровень до видите как вверх цена вниз цена между маленькими уровнями здесь до четко видите как проведено вам вам не цена пили то есть тоже кто-то набирает позу по франку да а куда цена пойдет но куда пойдет туда пойдет уже тут уж мы ничего не сможем с этим сделать будем смотреть ждать так же там у нас по времени 17 минут у нас занял анализ рынка всех наших торгуемых инструментов переходим в плиточную себе форму поднастраиваем чтобы лучше было видно каждый график и следим в принципе ждем каких-то наших моделей подтверждений да что у нас произойдет что у нас произойдет выйдет ли у нас какой-нибудь бутерброд так ну где-то приблизительно вот так мы это все поднастроим и будем ждать будем следить будем ждать все пока ставлю на паузу буду ждать моделей торговых так смотрите друзья нарисовалась у нас моделька но на этой свечке на этом барчике да я не успел войти сейчас буду пробовать войти на вот этом вроде как 13 пунктов у нас цена от уровня да в принципе можно было бы войти со стопом 54 пока цена еще недалеко убежала а она уже начинает убегать 55 ну вернись немножечко дорогая дорогуша 20 пунктов далековато 10 надо чтобы мы вошли чтобы мы вошли чтобы мы вошли чтобы мы вошли так торговля новый ордер F9 надо запомнить F9 и F9 так вот наша цена интересная нам заходим по ней стоп лосс мы ставим 50 тейк профит 150 чик 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 отлично 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 даже чуть ниже перехая да локальный локальный хайчик но не самый большой да который был сегодня ну вообще самый большой здесь был но я имею ввиду за лондонскую сессию да цена гуляет пока пускай гуляет ставим на паузу смотрим что у нас здесь произойдет привет так ну что ж друзья вот и мы и взяли тейк профит получается давайте рассмотрим это все дело поближе смотрите смотрим анализируем получается вошли мы с 50 пунктами стоп лоссом да нормально вошли на обратной вот этой свече то есть мы увидели что моделька у нас подтвердилась пошла вверх ну отошел я был не вошел прям на этом баре да на котором поэтому цена у нас возвращалась к уровню да и мы вошли себе нормально тут получается 10 13 пунктов от нашей линии сопротивления вот и все цена пошла вверх как вы видите дошла до нашего тейк профита взяли мы тейк профит сегодня хороший на 150 пунктов все наблюдаем хорошо все было проанализировано сильный уровень у нас 64 323 исторический уровень подтвержденный вот видите сейчас отключу прокрутку вот смотрите вот хорошее подтверждение было причем раз был прокол второй раз тут маленький люфтик недобой да третий раз и цена потом смотрите как сильно убежала вверх то есть от этого уровня хороший исторический уровень вот зеркальный зеркальные удары вот зеркальный удар то есть уровень ловит цену не пускает ее поэтому было сделано все правильно у нас в данном этапе в данном было сделано все правильно с данным торгом поэтому получили тейк профит и цена у нас была высоко от нашего от нашей линии поддержки упала вниз здесь открылась закрылась уши небольшие у баров то есть разница между ушами там всего лишь 5 пунктов 6 пунктов то есть это допустимо то есть это вот как здесь хотя и здесь вроде у нас отработалось но чем длиннее одной из ушей по модели тем больше у нас будет стоп-лосс потому что видите здесь уже стоп-лосс 90 должен был бы быть и здесь она себя не отработала то есть работаем вот как есть модель на рисунке да маленькие красивые ушки маленькое закрытие открытие барчика вот под уровнем без фанатизма это уже модель наша нам не подходит и обычно я и не захожу по такой модели если такие разность ушей такая большая вот как вы видите по пути у нас было подтверждение здесь вот есть 64 350 у нас ближний уровень да он как бы недалеко от нашего уровня всего лишь 25 пунктов и здесь опять формируется модель ложного пробития еще красивее еще короче короче здесь стоп был бы да здесь вообще стоп вот 20 пунктов можно было смело ставить да как раз на 350 вот 20 пунктов плюс 5 запаса 25 пунктов стоп лосс и еще дополнительно входить на 75 пунктов я пока сидел я я думал это сделать да но так как риск менеджмент мой мне не позволяет этого делать потому что мы входим в сделку одним процентом да вот получается короче наш лот должен быть превышать по одному не превышать по одному инструменту больше чем один процент риск менеджмент да поэтому для чего я так себе прописал для того чтобы можно было работать и на других парах потому что если бы допустим я здесь открылся бы допустим да то есть я бы уже себе снивелировал какое-то другое открытие на другом инструменте то есть ну как бы уменьшил бы себе возможность входа на другом инструменте поэтому я этого не делаю красиво забрали все движение 1 к 3 получили прибыль все сидим ждем следующих входов следующих входов в рынок каких-то сигналов от наших уровней так друзья смотрите что происходит от уровня 1.4700 у нас сейчас вот можно здесь входить в рынок с маленьким стопом буквально тут стоп у нас 15 пунктов образовался да круглый уровень 700 не знаю будет будет ли еще разворот разворот до цены и продление каких-то ушей может быть все что хочешь но тот уровень от которого я торговал да это уровень у нас 750 от которого бы я хотел входить это со стопом 65 пунктов да поставим сейчас здесь лимитничек вот видите ушко пошло у нас вот что я и говорил да то есть вроде бы тут как бы можно было входить с коротким стопиком да там 15 пунктов ну 20 допустим да но цена уже и так и так и 15 и 20 уже нам выбило вот поэтому я сейчас здесь поставлю buy limit ой buy stop поставлю где-то по цене 755 да 755 вот поэтому так торговля новый ордер не рыночная ох ты же еще подглючивает зараза смотри так торговля новый ордер если цена пойдет обратно в нашу сторону вот кстати здесь бы мы уже получили стоп потому что цена здесь была и мы бы входили да уже бы сейчас бы хватанули стоп вот 75 пунктов поставлю стоп ну в чем дело новый ордер говорю и посмотри на него терминал подвис сейчас перезагружу так собака это еще лает так смотрим вошли 755 лимитник заглючил терминал не захотел нам лимитный ордер ставить так buy buy стоп у нас buy у нас по цене а кстати вот уже и цена пока я лимитник начал выставлять цена то у нас уже и вернулась и пошла уже выше тейк профит у нас вернее стоплост 75 а тейк профит у нас получается 150 225 225 вот так вот это все дело должно выглядеть где-то вот так вот давайте посмотрим до ушка у нас 7 чуть меньше хочется перейдем на 5 минуточку чтобы более точный стоплост поставить на где-то вот здесь вот а тейк профит у нас 208 вот 220 5 225 225 да 226 да все ждем друзья в принципе как вы видите цена сходила стопы забрала да то есть была зашла сюда здесь люди пооткрывались потом сходили на 77 пунктов вниз позабирали стоплосты да ниже ниже и теперь вон цена быстренько побежала вверх вот ложное пробитие красивая модель вот поэтому иногда может и не надо спешить ну тут такое раз на раз не попадает как говорится то есть от этого 10 пунктов я обычно ставлю 5 то есть стоплост я бы здесь словил потому что цена уже была зашла сюда я бы здесь открылся и опять был бы и был бы у меня стоп да здесь вот ну ничего страшного мы вовремя открылись переждали это движение открылись вон цена поперла вверх все друзья пока что ставлю на паузу будем следить что произойдет а смотрите что у нас по евро доллару по евро доллару у нас отрабатывается моделька наша которую мы должны получается вот здесь по евро доллару сейчас заходить на покупку здесь должны заходить на покупку да сейчас окей давайте откроем чуть побольше со стопом со стопом 20 пунктов стоп лосс у нас 20 пунктов тейк профит 60 вот нет стоп лосс у нас должен быть за нашим хвостиком ну да 20 пунктов здесь даже 80 тейк профит у нас кинула ждем посмотрим отработается ли у нас эта моделька да потому что такую модель эта модель у нас получается м1 блин что ж так тормозит все на 100 процентов загружена у нас давайте с дискорда я выйду дискорд аут может немножко отпустит наш терминал вот что у нас тут так грузит наш цп об с самый больше грузит но странно не грузил он никогда у нас так сильно вот все ждем ждем по этим двум какого-то результата кстати здесь вот тоже получается по австралийцу у нас цена была вверху потом хлопок такой резкий на 214 пунктов если цена сейчас вернется здесь можно доставить тоже 50 на 150 то есть цена должна вернуться в этот диапазон лимитник какое-то у нас не знаю оживление перед новостями но до новостей то еще далеко до новостей еще больше двух часов такой рынок а нью-йоркская сессия открылась все понятно блин опять я провтыкал открытие нью-йоркской сессии да видите нью-йоркская сессия открылась какое резкое движение ладно мне надо сейчас отойти на пару минут в принципе все открыто больше никуда я не хочу влазить кроме юада да но здесь уже как вы видите уже если по евро доллару у нас здесь хвостик был маленький да как на рисуночке у нас и цена была высоко то здесь немножко картина другая цена у нас была здесь в рендже так как поэтому то здесь у нас немножко по-другому все происходит цена шла вверх теперь вниз вот немножко не так хотя может быть я ошибаюсь но посмотрим посмотрим как чем все закончится итак друзья смотрите модель M1 себя отработала причем подтвердилась у нас модель M2 да то есть все правильно мы сделали все красиво все правильно мы сделали скажем так заработали своих 80 пунктов прибыли этот ордер у нас закрылся сейчас вот по канадцу тоже цена идет в нашем направлении в принципе она прошла уже сейчас я вам скажу ну почти прошла 1 к 2 да а что погодите а что у нас стоп лосс не 1 к 3 сколько тут у нас давайте открою чтобы было более лучше видно стоп лосс у нас 90 а тэк профит у нас 230 странно 230 должен быть почти 300 то есть выше этого уровня и получается стоп лосс мы пока что не можем подтянуть потому что если мы подтянем то нам надо его на 110 пунктов подтянуть да 110 115 пунктов и тогда до нашей цены останется 160 хотя в принципе можем можем и подтянуть стоп лосс да потому что цена уже достаточно высоко если мы потеряем прибыль то хотя бы не уйдем в убыток давайте подтянем перейдем на 5 минутку чтобы было более у нас хорошо видно да более хорошо видно да то есть вот наш наш то есть вот сюда нам надо подтянуть это цена 47.8 7.8.7 40 40.7.8.7 чуть выше даже подтянем 47 40.790 вот сюда подтянем наш стоп лосс все в принципе этого будет достаточно 150 пунктов стоп лосс даже выше наших на нашем выше нашего риск менеджмента все буду следить дальше по крайней мере тут мы уже вышли в без убыток все друзья вот вот мы и по канадцу закрылись с тейк профитом да взяв достаточно неплохой тейк профит 230 пунктов смотрим опять же анализируем если моделька у нас моделечка у нас отрабатывает хорошо сейчас перейду на 15 минутку было более наглядно видно если моделечка у нас цена идет хорошо сверху да потом хорошая мощная свечечка такая смотрите здесь вообще полтора атр свеча у нас да то есть если у нас атр 700 1 к 5 1 атр как раз где-то 1 атр да свечечка 1 атр проходит красиво закрывается красиво открывается без больших ушей ушко тут всего лишь 15 пунктов да то есть нету такого что здесь вообще вообще нету хвостика у бара а здесь хвост большой да почему уши называю потому что ну как бы как два ушка потому что два бара рядом друг возле друга все пробиваем обратно уровень входим обратно себе забираем свой тейк профит все цена конечно тут гуляла еще туда сюда но ни разу больше не выходила за за ну за наш уровень да стоп лосса все красиво все отлично себя модель отрабатывает но вообще без никаких проблем хорошо сегодня отработали общее общая прибыль у нас сегодня было вроде 7 долларов прибыль 42 доллара но за сегодня не показывает вот потом сформирую отчет и посмотрим так что у нас дальше дальше у нас через дальше у нас через как раз полтора часа новости да мы вовремя закрылись через полтора часа у нас новости поэтому в рынок не входим как мы говорили два часа до новости два часа после новости это 8 баров в одну сторону 8 баров в другую мы не входим в рынок вот и если если вошли ну когда раньше да то перед новостью там за полчаса перед новостью закрываемся с каким бы то не было результатом или там минусом если да мы движемся к стоп лоссу или плюсом если движемся к тейк профит вот в принципе все было отработано хорошо когда цена прошла 1 к 2 к нашему стоп лоссу мы передвинули стоп лосс без убыток и ждали 1 к 3 да вот и все все отлично пока что все работает потихонечку зарабатываем учимся вот сейчас будут новости ждем новостей смотрим как что по новостям отработает вот будет ли сильные на новостях у нас какие-то движения или это будет небольшие движения да и потом рынок успокоится и вечером еще можно будет поторговать будем все смотреть все ставлю на паузу ожидаем новостей и того что произойдет с рынком после новостей ну что ж друзья вот и включилась у нас новость да то есть на 15 минутной нашей свечечки вот на этой стало известно стали известны показатели нашей новости и вот видно да как она открывается где потом на новости она шурует сразу 130 пунктов вверх да вот вам и новости да то есть на новостях нежелательно торговать потому что ну потому что новость может может больно ударить по нашему карману опять же да тут как бы стремилась цена себе потихонечку вниз перед новостями да а тут клоц открывается новость чик фундаментальное движение на 140 пунктов вверх вот поэтому на новостях мы не торгуем ну сейчас еще подождем каких-то три барчика посмотрим как цена себя будет дальше вести и в принципе там после часу полутора часа да там четыре шесть баров подождем в принципе можно будет еще по вечеру поторговать нью-йоркская сессия у нас только открылась отсюда досюда вот шесть бар будет и здесь у нас еще как бы достаточно времени до конца нью-йоркской сессии чтобы поторговать подождите не то я промерил двадцать двадцать пятиминутных баров еще можно пятнадцатиминутных баров еще можно будет торговать да то есть пять часов торговли у нас еще будет поэтому сейчас немножко переждем давайте посмотрим как новость как американская новость себя показывает на всех остальных валютных парах да вот цена у нас была здесь открылась свеча опять же то же самое мы видим и по евро доллару да то есть как бы связка очень прямая получается евро доллара у нас тоже видите сто пятьдесят пунктов цена ушла вниз теперь теперь уже почти сто пунктов ушла вверх да даже не так надо полную свечу мерить уже сто двадцать пунктов потому что она немножко вниз ходила потом еще немножко вверх вот здесь вот что-то такое формируется у нас на уровне 0 7 800 да как похоже на наш сигнал да но опять же разность ушей очень большая в районе тридцати пунктов ну да 30 пунктов что увеличивает наш стоп лосс да там с тридцати сорока пунктов почти до шестидесяти пяти то есть риск в два раза наш увеличивается но в рамках нашего да в рамках нашего стоп лосса вот вот восьмидесяти до тридцати пунктов в этих рамках вот но все равно непонятно как себя цена будет вести ближайших полтора часа здесь могли от этого уровня сейчас новость я же не знаю новость не смотрю специально да просто анализирую то что я вижу на графике для того чтобы пришло понимание техническое понимание да что происходит с ценой для этого я и анализирую новость то есть вышла новость цена резко как всегда уходит в какую-то одну сторону и потом возвращается или на свое место или пойдет дальше да но мы пока не торгуем то есть от этой свечи от этой свечи как минимум от этого бара да как минимум 6 баров то есть в семнадцать ноль ноль мы начнем торговать вот в семнадцать ноль ноль мы начнем торговать сейчас у нас шестнадцать ноль шесть то есть не раньше чем через час мы начнем торговать пейте вкусный чай будет все хорошо смотрите как как у нас цена подошла под уровень да чётенько отбилась и сейчас опять может опять двигаться вниз ну вот непонятное действие да непонятные действия производит то есть если бы входить по уровню 07 800 от этого уровня со ступлосом 65 это 195 пунктов надо взять take profit 195 пунктов то есть уйти куда-то аж сюда ну непонятно да новость плохая или хорошая что это за движение такое резкое да поэтому цена вряд ли в ближайшее время уйдет в эту сторону ну а нам лишний раз рисковать не нужно опять же вчера вчерашнего видео к сожалению нету на канале потому что вчера у меня четыре или пять раз выключали свет это получилось там пять маленьких кусочков этого дневника плюс Sony Vegas не захотел эти кусочки соединять он не видит формата МКВ вот а у меня OBS снимает в формате МКВ да то есть снимает он у меня в формате МКВ в своем формате для того чтобы он не трансформировал не переформатировал в другой формат вот муха дурацкая и получается меньше нагрузка на компьютер а нам нагрузка не нужна потому что начинает фризить сильно видео да ну что у нас происходило тоже здесь у нас были три новости я пытался входить вот и на новостях цена конечно же развернулась после нас сделала перехай забрала наши стопы да модель наша не отработалась в новостном потоке то есть было вот был прыжок где-то стопы выше выше нашей модельной выше нашего модельного бара да на 5 пунктов и вот вам 10 12 пунктов выше цена прошла получили мы здесь стоп свой и потом цена все-таки пошла в нашу сторону и был бы у нас take profit у нас take profit но опять же потом цена на новости убегала вверх вниз вверх вниз поэтому здесь похоже здесь тоже какой-то есть уровень надо его поймать вот он мне кажется 107 45 походу 44 107 да 107 45 107 45 уровень у нас надо его прорисовать и вот его пилят сейчас да смотрите как как хорошо видно да что здесь есть уровень вот четко его пилят сейчас да вверх вниз вверх вниз набирают позу надо его провести здесь значит сильный уровень свойства 0 45 0 45 0 0 окей так проверяем тут небольшие недобои у нас а тут смотрите четко high 0 44 да здесь вот high у нас 0 47 здесь high у нас 0 44 дальше был прокольчик небольшой вот high 0 46 high 0 47 0 41 то есть уровень есть в районе 0 45 да 107 0 45 вот и сейчас вот классно видно да как его пилят на новости не может цена туда-сюда пилить не может в какую-то сторону набирает позицию какой-то крупный игрок набирает позицию да по этому уровню и сейчас куда-то у нас стрельнет цена не то вверх дальше пойдет ну приоритет конечно на покупку от этого уровня почему потому что как раз этот уровень у нас очень близко 20 пунктов от нашего средины нашего атера да и видите вот и цена и в срединку атера стукалась и здесь тоже то есть уровень атера тоже средний уровень атера тоже отыгрывает неплохую роль у нас тоже вот было 1 2 да отталкивалась цена вниз уходила вот от этого уровня и сейчас пилится уже вот этот уровень более сильный да верхний вот как вы видите пилится потихоньку и цена может пойти скорее всего что вверх давайте здесь себе поставлю стрелочку да что цена от этого уровня пойдет вверх тем более сейчас здесь вроде как идет поджатие к уровню снизу вверх то есть каждый бар у нас идет с лоу бара выше предыдущего тут пока что перелого не было вот поехали дальше поехали дальше австралиец доллар опять же цена у нас была здесь ход цены был на 130 пунктов сейчас же цена возвращается обратно здесь вот как вы видите тоже у нас уровень отработал отлично цена прям бам давайте глянем у нас 64.070 а у нас лоу лоу 64.072 ну там на два пунктика на два пунктика цена пошла ниже нашего уровня да вот здесь было ложное пробитие цена открылась здесь потом пошла вверх но это не модель наша на пробитие да причем что и стоп здесь был бы просто огромный там почти сто пунктов не почти сто а сто потому что мы берем немножко на пять пунктов выше выше нашего бара ну и свечка не та свечка если бы была пробойная то она была бы красного цвета то есть открытие было бы где-то здесь закрытие где-то здесь потом открытие здесь и цена бы пошла в эту сторону а не в ту да так что здесь грузит мне так оба с что-то опять сильно начал грузить это грузил где-то до пятидесяти процентов сейчас опять начал сильно грузить вроде ничего я такого не делал ничего не перенастраивал он что-то опять начал бузить вот чем не подходит видите у меня есть бандикам еще установлен чем не подходит бандикам нету там шумоподавления то есть постоянный вот это шум такой слушать его не очень хорошо так поехали дальше новый зеландец как новый зеландец себя ведет на новостях новый зеландец у нас сходил тоже ну видите все больше ста пунктов рывки такие свечки хотя по нового зеландцу здесь оно так не не видно да но все больше ста пунктов 59 590 уровень у нас 59 595 да или 600 да 600 600 и 59 600 уровень так поехали дальше ну по новозеландцу ничего интересного тоже пока что не происходит цена где-то пилит какой-то здесь уровень тоже набирает позу дайте сейчас посмотрим 650 наверное уровень вот здесь такой красивый есть уровень 59 666 да и цена как раз ходит в средине этого диапазона видите там 80 100 пунктов сюда и вот 100 пунктов сюда да то есть средина средина и вот кстати есть здесь четкое ударение в этот уровень вот он этот барчик да вот он вот оно ударение в этот барчик давайте проведем этот уровень проведем этот уровень 59 666 нет не 667 а 666 я хочу давайте кстати глянем хай хай 59 664 у нас ну то такое там тысяч на это копейка уже не играет особо роли 2-3 пункта туда-сюда допустимый люфт так 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 пилится уровень модели никакие у нас тут не сформировались ну и плюс новость новость нам не интересно пока что входить в рынок смотрим дальше смотрим дальше что у нас происходит дальше дальше у нас по канадцу по канадцу у нас следующая картина после новости после новости у нас цена фугует вверх на 170 пунктов потом вниз и вот сейчас опять вниз вернулась на свой уровень в принципе где и открывалась да где и открывалась сформировав у нас модельку красивую причем модель на вход на продажу 75 пунктов стоп-лосс плюс-минус да 75 пунктов стоп-лосс это 140 210 225 получается да 225 пунктов это приблизительно к уровню среднего АТР ну в принципе да возможно почему нет вот цена уже целый день вокруг этого уровня крутится почему и нет может быть опять отход сюда а потом уже больший поход на покупку но опять же это тоже маловероятно потому что цена стремится вверх вот здесь мы хорошо заработали да после видите пилили средний уровень АТР пилили пилили потом был резкий было резкое движение у нас вниз красивая модель с маленькими хвостиками да мы вошли здесь с небольшим стопом относительно не помню 80 пунктов вроде был у нас здесь стоп и 80 и 200 да не 75 пунктов был стоп вот и 230 пунктов мы забрали а вот здесь пишет 227 пунктов забрали сегодня красиво получилось вот но моделька опять рисуется но мы не входим не входим на новостях не входим и канадец на сегодня у нас вообще можно отодвинуть в самую последнюю очередь потому что у него еще новости по канаде будут серьезные cat bots какой-то golf полос пикс какой-то какой-то разговор про что-то у них там у канадцев будет да после этого тоже цена по канадцу может значительно прыгать вверх вниз вот ну мы обязательно мы себе сейчас здесь поставим стрелочку да вот вот так вот мы ее поставим чтобы мы знали что цена у нас должна была дойти отсюда 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 даже две стрелочки поставим чтобы знать да вот так вот вот так вот что отсюда она должна дойти до этого уровня вот ну в принципе моделька себя сейчас отрабатывает можно было здесь заходить можно было заходить но новостях на новостях мы не торгуем хоть и красивая модель по всем правилам возвращаемся к иене красивая модель по всем правилам красивый бар у нас на пробитие вход в зону пробития вторым баром да красивое открытие закрытие маленькое тело хороший прокольчик открытие опять прокольчик входим в позицию цена проходит в нашу сторону 70 пунктов потом разворачивается обратно потому что одна новость вторая новость и попердолила вверх поэтому а у нас сейчас здесь происходит практически то же самое у нас здесь была новость да цена полетела вверх потом полетела вниз сейчас опять полетит вверх не дойдя до нашего тейк профита там пару копеек и мы опять придется или закрываться с маленьким профитом или держать стоплос поэтому на новостях мы не заходим в рынок так смотрим следующий фунт доллар ну фунт как всегда да вообще хорошо сильно ходит на новостях относительно доллара да как мы видим 260 пунктов прошла цена вниз теперь устремилась вверх к своему так сказать открытию по новостям да устремилась вверх вот возвращается в свой диапазон мы посмотрим что с этого будет по фунту тоже у нас что здесь у нас 1750 21750 да уровень у нас да есть такой уровень вот он у нас можно его провести и проверить сейчас на истории встречается ли он еще где-то точно барчик у нас ударился 21757 у него лоу странно как-то видите на графике немножко не совпадает лоу бара у нас вот я навожу на бар да и смотрю внизу в показателях лоу бара у нас 21757 линию мы провели 21750 да но она получается а ну да правильно то есть 757 выше а мы поставили ниже все правильно вот отрабатывается тоже здесь моделька но опять же моделька некрасивая моделька с большим ухом стоп лосс из-за этого уха приходится пришлось бы ставить в районе 115 пунктов если бы было бы ушко маленькое это 60 55 пунктов даже даже 50 можно было бы поставить да ну нет 55 потому что 5 пунктов от уха надо брать да то есть стоп лосс большой take profit 1 к 3 300 пунктов 300 пунктов это аж за уровень аж за уровень но как вы видите цена опустилась у нас ниже уровня 22.035 опустилась ниже уровня и здесь закрепилась ну то есть как бы не факт что эта цена бы начала возвращаться сегодня сюда она может пойти ниже ничего ее здесь может не остановить такой очень сильный уровень 21.600 у нас внизу поэтому что ее может остановить цену она практически вон на новости дошла до 21.600 да остановилась она у нас на 21.660 вот как раз смотрите как четко отработал у нас индикатор от иара да то есть цена на новости получила разгон такой что дошла прям четко до до индикатора от иара да кто то видите работают люди наверное с этим индикатором на отбой то есть если цена прошла вот это все расстояние запасу ходу у нее нету ставим buy limit в эту сторону да то есть цена чтобы нырнула под и отсюда открылись ордера и цена поперла вверх опять несмотря ни на уровень ни на что пошла обратно да то есть здесь получается в промежутке от 21750 до 21660 да открылось много лимитников на покупку и за счет этого цена сейчас у нас возвращается наверх вот ну может быть может быть и отработается полностью моделька наша да 115 пунктов это 345 пунктов 300 345 это выше вот второго получается выше второго уровня 22100 уровень сильный могут и не пробить кстати ну не все люди работают так как я не все берут фиксированные тейк профиты люди работают с трейлинг с трейлинг стопами да используют советники которые трейлят стопы там как то 1 к 3 тоже за каждых пройденных 30 пунктов на 10 пунктов подтягивается стоп то есть да если мы бы здесь вошли и уже цена прошла 200 пунктов вверх то стоп бы затралился уже в уровень без убытка да то есть уже бы был бы здесь стоп у человека опять если он теряет всю свою прибыль а это где-то в районе 200 пунктов но зато закрывается там с небольшим плюсиком зато ничего не теряет кстати надо себе может быть тоже такой советничек найти бесплатный настроить его настроить его там тоже 1 к 3 и пускай трейлит стоп то есть если стоп у нас от цены 100 пунктов 1 к 2 да 1 к 2 и когда он получается пройдет 1 к 2 чтобы стоп наш перенес в уровень безубыточности да вот но опять же стопов мы тогда и тейк профитом тейк профитов можем получать начать гораздо больше почему потому что вот не раз я уже такое замечал да вот смотрите вообще по разбору вот этой модели очень часто это можно получать стоп лосс без убытка да почему давайте вот прям на этом и примере и рассмотрим у нас цена резко улетела вниз потом она также резко летит вверх да и если мы успеваем 1 к 2 пройти там да ну вот допустим допустим у нас бы не было это ушко такое длинное да было бы покороче они обычно покороче да вот допустим как вот в этом примере да маленькая короткая ушка мы бы заходили с коротким стопом в районе там 50 55 и цена в этот этим баром успевает пройти 100 пунктов вверх да а мы тейк профит у нас 150 и получается наш этот подтягивается а следующей свечой смотрите был уход вниз к уровню и все и мы получаем без убыток и потом перезаходить когда уже наша цена выше а мы видим что она уже пошла в нашу сторону тоже не вариант и я вот просто по памяти вспоминаю что иногда было и такое что вторым баром второй свечой у нас цена уходила и очень высоко ударялось здесь в уровень но не доходило до нашего тейк профита там пунктов 40 возвращалась потом намного ниже да иногда бывало и даже в минус заходила то есть в тех всех моментах где мы не получили стоп мы бы уже его здесь получили и грубо говоря мы бы ничего конечно не потеряли но мы бы ничего и не заработали поэтому мы заходим по риск менеджменту мы не заходим в эти такие растянутые уши смотрите в районе 50 пунктов да чтобы увеличивать себе стопы то есть мы такие сделки не рассматриваем вот а здесь оно такое растянутое все еще обусловлено новостями да потому что цена на новостях люфтит вверх-вниз очень сильно да большими такими скачками вот все это все это взаимосвязано да то есть заходим себе нормально по классике легкое движение уверенное да с хорошими красивыми отрисовками модели кстати давайте вернемся что у нас здесь вот видите что я и говорил что и происходит да то есть цена вот смотрите не дошла бы до нашего take profit вернулась назад но еще не вечер конечно бывает и 4-5 баров может цена гулять не дойти до нашего take profit может и полдня здесь сейчас сконсолидироваться в ренч между уровнем этим и этим да и здесь себе гулять не в этом суть но суть я имел ввиду в том что как бы цена дорванула резко вниз после сформировавшегося ложного пробития и теперь резко уже уходит вверх почему это происходит да потому что это все обусловлено новостями то есть да вот это все обусловлено новостями люди о новость новость отработала а кто-то новость допустим меня устраивало я хотел покупать от этого уровня допустим да вот смотрите какой здесь уровень у нас красивый вообще 41.0000 просто мощнейший уровень 3.0 да 41.000 надо его сейчас здесь влепить 3.0 это очень сильный уровень и сейчас мы посмотрим что у нас здесь совпадает с этим уровнем 41.00 ok смотрим раз копейка в копейку два копейка в копейку три четыре пять шесть семь восемь ну как вы видите цена хорошо этот уровень держит набиралась позиция целую ночь по этому уровню и цена сходила как и вниз так и вверх да вот как и вниз так и вверх сходила у нас цена немножко неправильно у нас этот индикатор рассчитывает атр и потому что он вчерашний день рассчитывает да а по вчерашнему дню у нас вот это движение все это все новостное движение даже можно наверное и кусок и этого движения зацепить потому что это а по перед новостью выходит ее прогноз то есть да прогноз был один цена шла в одну сторону показатели вышли другие цена полетела в другую сторону только мне странно почему доллар полетел да вот допустим доллар канаде то почему доллару полетел вверх по соотношению канадцу если если у нас новости по америке вышли очень плохие да там новость по безработице плохая ну и я сомневаюсь что вот эти новости тоже были хорошие потому что весь мир в кризисе в америке самый большой показатель коронавируса и новый и почему доллар устремляется вверх соотношение с канадским долларом да вот хорошо что у нас тут ну нормально да между уровнями есть пространство при формировании модели можно будет идти вот как вы видите да четенько ударилась бар сильный уровень сорок один три нуля все цена ударилась здесь понаставляли лимитников на покупку да и сейчас будут дальше уходить вверх запас хода еще есть хороший триста пунктов будут уходить вот к этому историческому уровню сорок один пятьсот тридцать семь это исторический уровень я его где-то там на часовике поставил это видать хай какого-то дня из старых каких-то дней тех что были раньше вот и как вы видите тоже цена уже его нет нет не тот цена сюда стремилась сформировала модель долго можно конечно философствовать но все все покажет рынок все покажет рынок все покажет сейчас просто сидим наблюдаем ждем окончания новостей канадца вообще надо перенести в самый конец сейчас десять у нас уже записанного материала в принципе поставлю я пока на паузу друзья потому что ну уже сильно длинная никто не сильно люди хотят сидеть и смотреть мою философию да анализ провели да и хватит так специально по горячим следам показываю что произошло да на новостях почему нельзя торговать опять же цена ушла в нашу сторону стоп лосс у нас должен был быть порядка восьмидесяти пунктов плюс-минус семьдесят пять восемьдесят да тейк профит у нас должен быть порядка двести сорок да вот смотрите до двести сорок нам надо дотянуться сюда цена не доходила давайте так получше поставлю да и развернулась и пошла себе гордо вверх получили бы здесь стоп лосс вот почему нельзя торговать на новостях поэтому канадец на сегодня мы вообще убрали в самую последнюю очередь и сегодня даже сюда больше не будем заглядывать по канадцу нечего смотреть новости поломают нам всю сегодняшнюю прибыль итак друзья вот уже по новостям прошло у нас как раз шесть получается баров да от новости и вот у нас по франку рисуется наша моделька сейчас как только зайдет сюда цена за уровень да девяносто семь сто восемьдесят восемь вот он уровень красивый смотрите как торговалась ночная сессия вся отторговалась вся в этот уровень утыкалась да есть у нас здесь здесь уровень вот и сейчас мы его как проторгуем вверх откроемся стоп у нас здесь небольшой шестьдесят пунктов да стоп шестьдесят пунктов ждем входа в рынок в принципе шестьдесят на сто восемьдесят посмотрим сколько у нас тут сто восемьдесят где будет ну далековато конечно далековато тоже да видим так свеча резкая пошла ударилась в уровень я пока это заметил все она вернулась обратно поэтому пока что не буду заходить пока цена не вернется обратно за уровень да ушки формируются красивые ровные конечно длинноватые уши длинноватые тридцать пунктов не очень хорошо конечно не очень хорошо не люблю я такие длинные уши у этой модели все таки моделька у нас нарисована с короткими ушами но опять же после такого резкого движения вниз вероятность того что цена вернется к тому состоянию где была плюс-минус а это как раз и есть где-то 150 ну один к двум сыграет цена да 60 на 120 сработает вот то подтянем уровень без убыток стоп лосса пока что красивую красивая модель формируется может может быть кстати это и не 180 уровень а 200 да или 175 или 200 уровень но но тут что у нас тут у нас тут у нас тоже вроде когда цена смотрите как тоже там копейка в копейку несколько раз вот с локальными уровнями тяжеловато работать тяжеловато работать ну вроде как уровень здесь 183 смотрите раз сложное пробитие два было было 3 тут несколько раз цена ударялась 4 зеркальный да вот здесь его поставим уровень здесь 183 ну большие уши рисует у нас конечно цена сейчас хотя опять же от этого уровня так и сохраняется уровень правильно выставили вот и все видно хорошо все же пока что ждем входа в рынок пока входа нету находимся под уровнем как только цена вернется обратно хотят я так понял побольше собрать лимитных ордеров тот игрок что мы сейчас видим да цена себе была сверху формировалась над уровнем 97313 да себе видите здесь ходила пробовала ложное пробитие одно и потом какой-то крупный игрок бросил хорошую большую заявку да у нас как раз срединка нью-йоркской нью-йоркской сессии да плюс-минус возле средины мы находимся да там американцы пошли себе покушали пообедали туда-сюда вернулись и вот сейчас начали опять торговать вот конечно можно было бы попробовать уже где-то здесь входить но у нас модель не так работает вот как у нас прорисована модель свеча туда свеча обратно здесь открылась все и тогда мы заходим но опять же если бы я если бы я уже заходил как только эта свеча пошла откатываться назад то уже я бы и стоп-лосс тут поймал то есть с этой моделькой тоже надо быть очень аккуратными на быстрых таких резких больших движениях а тут у нас цена пролетела два с половиной от иара у нас да вниз надо быть очень очень аккуратным потому что цена точно так же как быстро вниз ушла так же и быстро может вернуться вверх да и то есть ну волатильность на таких быстрых движениях очень большая сейчас посмотрим что будет происходить тогда уже продолжим а это я смотрю что-то по всех инструментах такой резкий рывок пошел да вроде новость давно была а это что какое-то запоздалое запоздалое движение по новости но здесь упираемся по евро доллару упираемся в уровень тоже да вот уровня заходить со стопом 100 вообще не хочется вообще не хочется да и надо выше уровня тогда брать а это еще больше это 110 стоп вообще не хочу с таким стопом заходить это по риск менеджменту уже нам не подходит смотрим дальше что у нас здесь здесь у нас разорвало уши собаки нашей да да хотя цена развернулась по иене да и зашла уже за это но здесь разорвало разорвало уши перепроданность у нас была цена на новости пошла немного вверх вот ну по иене в принципе можно входить стоп небольшой спред небольшой с 55 можно входить то есть если цена сейчас опять прижмется к уровню я наверное все таки здесь войду перехай у нас этой свечой а у нас тут модели нашей не было кстати вот в чем вся беда модели не было свеча не открылась у нас здесь а свеча открылась здесь да и модель модель себя не подтверждает потому не входим вот кстати по франку уже можно входить торговля новый ордер на бай окей стоп лосс у нас сколько я там говорил 60 вроде да take profit 180 окей давайте чуть поточнее выставим стоп лосс чуть чуть поточнее это мы его отодвинули на 75 пунктов 75 пунктов блин голова под вечер уже не варит совсем 75 умножить на 3 225 блин уже эти все цифры знаю наизусть 225 225 ну запас ходу есть хороший у нас то есть цена у нас вернулась обратно обратно в зону перепроданности да 225 и оттуда есть хороший запас ходу ой 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 это 97 426 97 426 426 высоко далеко вот вот почему я не люблю заходить в сделку да с такими большими стопами во первых стоп у нас по на пределе по нашему риск менеджменту да от 80 до 30 пунктов то есть мы 5 пунктов от нашего предела риск менеджмента вот а во вторых ты профит надо брать небольшой там в районе 225 пунктов вот вот и все вот почему я и не люблю большие стоп лоссы чуть бы покороче уши конечно этой модели вообще бы цены ей не было ну ничего страшного что ж модель модель есть модель надо отрабатывать поэтому поэтому будем отрабатывать тем более что здесь была зона перекупленности цена потихоньку и шла вниз так как у нас на рисунке да то есть цена и шла с какой то одной стороны потом резкая свеча открылась закрылась закрылась берем ту сторону противоположно да берем в противоположную сторону точно так же цена была в зоне перекупленности локальный тренде ку Lite пошел на излом от какого то уровня здесь вверху вот хай был 97 550 до мы начали двигаться вниз и сдвинулись мы вниз на 250 пунктов потом был небольшой откат и потом вот какое-то резкое движение было новость новостей уже никаких нету вот или люди повыходили это же закончилась у нас лондонская сессия лондонские покупатели получается по выходили дал он в лондонская сессия закончилась люди по закрывались да да и трейдеры по закрывались по по тем значениям до по выходили и бог обрушилась смотрите как четко вот у нас линия разграничения сессий сессия закончилась и цена руку просто друг на 250 пунктов причем по всем инструментом вот по лондонской сессии а тут вчера такое же было или нет вот он где закончился и цена шарахнула вверх на 100 пунктов но опять же тут кругом новости три новости новость возле новости тяжело такое смотреть вот ну и получается цена шарахнулась ну или опять же или какой-то сильный игрок на нью-йоркской сессии да когда закрывался лондон кинул заявку то есть там какая-то часть игрок трейдеров по выходила плюс на нью-йоркской сессии какой-то крупный игрок шартанул резко до посрывал у нас здесь все лимитники на покупку вот все отложенные ордера на покупку посрывал и получается сейчас будет идти вверх и набирать получается опять же лимитные ордера вернее он тут бросил заявку вот докуда цена долетела здесь она ударилась у нас получается что-то и сейчас будет идти и собирать лимитные ордера а который стоял либо и лимит и собирать лимитные ордера на покупку ну хорошо отлично отлично как как один к двум будем я включусь передвину стоп лосс в безубыток ну я вот смотрю сейчас да по всем инструментам произошел такой резкий скачок может быть была еще какая-то новость но индикатор мне новостной просто ее не отобразил вот потому что по всем по всем получается видите по всем была свеча огромная длинная свеча соответственно нападение значит по америке как будто бы по америке было что-то плохо скажем тогда но опять же эта свеча была ровно на на лондонском закрытии сессии опять же ну мы можем только догадываться конечно на что произошло но самая красивая модель четкая у нас сформировалась только по франку да то есть щух свеча вниз закрытие открытие формирование второго уха выравнивание у нас этих хвостов произошло да и пошла обратно у нас цена и пошла цена обратно вот здесь можно было тоже с 50 пунктами заходить это почем тут у нас по иене да но опять же у нас модель не совсем правильная бар у нас этот не совсем правильный с закрытием уже под тем самым под уровнем получается до 106 900 уровень круглый сильный здесь у нас промежуточный по новозеландцу никакой уровень не отработал да как мы видим что-то непонятное такое ну по новозеландцу здесь и спред большой и как бы длина свечи вроде бы свеча не не длинная 160 пунктов в ней то есть валюта в такая котировка пара это такая волатильная что на коротеньком до промежутке пунктов очень много ой 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 смотрите что что же они делают я не знаю там точно наверное какая-то новость почему-то индикатор календаря не показал мне эту новость смотрите что происходит просто пролетели в ту сторону я не знаю сколько там пунктов 70 почти 80 пунктов и теперь в уху резко 80 пунктов вниз красиво красиво ой ладно такое бывает так но больше негде что показать ой еще и интернет у меня вылетел неужели там опять интернет вылетел так ну все сидим в позиции ставлю на паузу видео не буду растягивать в принципе все что хотел обсудить показать обсудил показал проанализировал больше и нигде нормального адекватного входа и не было то есть здесь у нас такой уровень 0 8 10 разве что можно было попробовать да тоже здесь 60 пунктов 65 стоп лосс но опять же эти все промежуточные уровни если начать их сейчас рисовать вот эти все малюсенькие уровни да хотя бы чтобы между ними 100 пунктов не было то мы просто сейчас разрикашетим себе все графики мы вообще тогда ничего не сможем отработать потому что нам будет казаться что в каждую сторону куда бы цена не пошла у нас рисуется какая-то модель вот поэтому лучше так чем не как говорится все следим смотрим следим сидим в позиции смотрите друзья что происходит у нас рисуется вторая модель такая же самая вещь ой я же заикал с перепугу да хоть бери и вторым лотом заходи на покупку честное слово ну дай бог хотя бы чтобы один лот отработал вот если отработает будет хорошо вторым лотом не буду заходить итак друзья вот у нас уже пошла цена в нашу сторону да на 150 уже даже на 180 пунктов вверх до 170 пунктов то есть смело переносим уже свой стоп лосс на 10 пунктов вверх от нашей точки входа для того чтобы обезопасить нас от потерь давайте перейдем на м5 для того чтобы филиграннее выставить наш стоп лосс а в принципе и так попал до 10 пунктов получается от нашей цены можно чуть чуть выше там еще пять пунктиков добавить да чтобы если даже закроемся по стоп лоссу да чтобы это был лучше пускай будет это небольшой плюсик да вот чем в ноль вот так вот и так у нас сейчас на данный момент тут цены мы сто шестнадцать пунктов да а еще здесь был вход вверх то есть вообще цена уже их прошла у нас сто семьдесят пунктов ну то есть нормально от нашей точки входа даже если мы это все потеряем сейчас допустим обратный ход какой-то пойдет очень резкий да и мы вдруг это все потеряем то хотя бы закроемся хотя бы закроемся с небольшим плюсиком да ничего не потеряем вот но вообще вообще когда мы удвоим хотя бы свой депозит мы тогда уже сможем заходить двумя лотами по 001 да вот как у нас сейчас объем 01 а мы сможем заходить двумя лотами по 001 да в нашу сделку и допустим 1 закрывать лот 1 закрывать лот взятым один к двум до проходом вот а второй лот уже допускать сколько он пройдет да то есть переносим переносим в без убыток и допустим там один к пяти будем пробовать брать то есть одним лотом плюс мы по любому получаем один вообще делается так один к трем один к пяти один к семи но это надо заходить тремя лотами тремя лотами мы себе не можем позволить войти потому что по нашему риск менеджменту это это будет как бы очень очень больно то есть я хотел так делать но плечо у нас один к сто один к сто плечо не позволяет входить тремя дробными лотами да только вот минимальный лот 001 и так превышающий ну как раз но не превышающий как раз 001 это где-то потеря одного процента при плохой сделке до одного процента нашего депозита это максимальное что мы можем допустить скажем так вот что мы видим сейчас на данный момент на данный момент мы видим что цена пошла в нашу сторону пробила один уровень второй здесь освободилась я так понял над этим уровнем цена освободилась от стоп лоссов от тяжести давления вниз до аута тех которые продавали допустим от этого уровня со стопом до 65 70 пунктов вот 80 пунктов кто кто заходил допустим от этого на продажу да но опять же на продажу здесь никак нельзя было заходить сейчас покажу почему только на покупку от этого уровня надо было заходить вот почему нельзя было заходить потому что это уже конец нашего дневного от ара вот она линия нашего индикатора от и ар который нам определяет и то есть если нам заходить от этого уровня уровень у нас ниже от ара если заходить то только на покупку получается наш лот вообще стоит стоит выше до линии перепроданности от ара и мы все правильно сделали в данный момент вот и цена в наш в нашей стороне но опять же видите а тут почти был бы у нас стоп лосс там 8 пунктов не дошло до стоп лосса совсем недавно буквально там если смотреть по видео где-то полчаса назад я с вами говорил и разговаривал да что может быть такое что вот мы вошли по нашей модельки в этот самый мы вошли по нашей модельки да цена пошла какое-то время в нашу сторону потом может развернуться и вернуться обратно и там чуть ли не до самого конца потому что такое я уже наблюдал неоднократно ну вот как вы видите не не пошла цена плюс сформировала еще одну модель тоже я буквально включался только что говорил еще одну ложное пробитие еще одно у нас было до модель ложного пробития и цена вот как вы видите пошла сейчас вверх пытается здесь формировать у нас тоже модель обратного хода вот уже вот этого уровня но опять же модель не есть не есть такая как она должна быть как вы видите большие уши и все остальное поэтому вероятность того что цена все-таки продолжить движение в нашу сторону тоже очень велика ну вот максимальный откат может быть к этому уровню да и отсюда дальше пойдем вверх поэтому сейчас я еще ставлю на паузу и уже включу когда когда мы или получим сейчас стоп лосс да с минимальной прибылью или получим уже take profit когда цена дойдет до нашего take profit ой прошу прощения да еще я видите ошибочно сказал что это линия нашей перепроданности а это линия нашего среднего отара ну а как бы в общей сложности то разницы нету то есть цена вернулась к срединке своей начальной дневной цены то есть и отсюда вам можно обратно покупать то есть это то есть мы не покупаем от верхней грани ответе почему покупать от верхней грани потому что отсюда она потом ушла вот на 400 пунктов вниз поэтому нельзя здесь уже было покупать потому что вероятность того что цена дальше пойдет вверх намного ниже чем то что цена пойдет вниз вот она и пошла насколько сходила вниз а сейчас опять идет вверх давайте для интереса на глянем для интереса глянем часик вот смотрите на часики вообще идеальное формирование нашей модели цена и шла вверх потом начала откатываться вниз до потом большой бар сильный да и здесь вот мы вошли да с со ступло сам 75 пунктов до на 225 вошли на разворотную модель и на часики вообще красиво себя сейчас показывает разворотная модель вообще вот смотрите здесь точно такая же было да на часики тоже себя отработала очень красиво да то есть здесь конечно стоп лосс было где-то около 100 пунктов до но потом цена вот с откатами туда-сюда но 300 пунктов с цена своих взяла вот очень хорошо жалко конечно что а здесь вот смотрите не переходя на следующий день 300 пунктов своих цена взяла то есть по-любому бы здесь мы закрылись даже без отката ночного на потому что на такие sky опять продавили вниз потом опять цена пошла вверх но моделька себя отлично отработал отлично отработала а если взять где-то здесь и посмотреть если здесь где-то промежуточный какой-то уровень а вот он есть здесь у нас вот у нас подтверждение вот у нас подтверждение да ну и можно историю конечно промотать назад давайте посмотрим был ли в этом диапазоне у нас где-то уровень но тут сильно низко еще давайте чуть-чуть назад так чтоб только уровни не потерять но это как бы очень сильно старый уровень до далеко ну были были здесь уровне вот в этом диапазоне где-то вот был у нас здесь уровень до причем зеркальный вот здесь касание и вот здесь касание уровень уровень зеркальный причем да вот здесь было сбыл сбор позиции тоже по этому уровню то есть ну как бы отсюда во еще с меньшим стоп-лоссом можно было входить если бы здесь у нас был уровень кстати смотрите наша цена перепроданности сейчас находится на уровне в том от которого здесь можно было входить 66 пунктовым стоп-лоссом вот но в принципе нас то сейчас та ситуация не интересует просто так разобрал для примера нас интересует то что у нас происходит сейчас а сейчас в принципе все отлично происходит цена прошла немножко вниз но я думаю что все таки от этого уровня это небольшой откат да давайте на 5 минуточку переключимся небольшой откат сейчас будет к этому уровню и цена дальше может занырнет под уровень возьмет лимитчиков которые выставились на buy limit до от этого уровня или вот так вот да даже даже может быть и не пойдет те кто вот выставились от уровня 97 255 цена может их сейчас забрать пойдет дальше вверх опять же здесь тоже у нас люди могли под этим уровнем отсюда в лимитные ордера тоже вверх по выставлять да сейчас если цена вот прошла она вниз сейчас пройдет вверх подкрывается лимитные ордера цена пойдет вверх вот такой вот анализ мы провели для себя в том чтобы быть уверенным что цена наша все таки пойдет туда куда нам надо да немножко высоковато конечно я здесь вошел 10 пунктов 10 пунктов нас все равно бы здесь не спасли потому что цена до нашего take profit а не дошла аж 52 пункта еще то есть минус там 10 12 пунктов ну 40 бы не дошла но не дошла нам нужен вот этот уровень да чтоб цена сюда вошла здесь есть какие-то уровни круглые 400 уровень у нас тут рядом так ну ладно смотрели ставлю на паузу ждем окончания торгов так друзья уже восемь часов вечера нет уже никаких сел сил сидеть с 10 часов уже 10 часов я за компом уже просто нету никаких сил дожидаться там тех 10 пунктов несчастных так что до 10 пунктов я закрываюсь закрываю ордер так как так как он есть без без добития 10 пунктов в принципе все чтобы не потерять деньги мы и так с вами сделали цена пошла в нашу сторону 100 были перенесли цена не дошла 10 пунктов она сейчас может опять нырнуть вниз опять потом вверх вот это сидеть возле компа это все дело наблюдать да как там 12 пунктов мы не взяли вот поэтому ничего страшного просто нету уже никаких сил буду я идти уже отдыхать играть с ребенком малый целый день тоже ждет уже я обычно до пяти работаю сегодня на два с половиной часа задержался из-за того что у нас были новости да и начал еще просматривать рынок после новостей и так давайте глянем сегодня четверг завтра пятница рынок будет вял и вряд ли у нас получится что-нибудь поторговать да давайте сделаем отчет детальный отчет сделаем вот и посмотрим что мы вообще наторговали за неделю вот итак максимальная просадка у нас по счету была максимум 4 процента это да поначалу вот мы были просели на 4 процента да вот тут что-то я никак не пойму стоп лосс тейк профит угроз профит total net profit 63 доллара вот получается 63 доллара мы заработали за 5 рабочих дней много или мало с тысячным депозитом судить вам вот не знаю что там как будет завтра ну в любом случае я буду за рынком наблюдать да ну посмотрим как себя будет рынок вести завтра потому что завтра пятница обычно рынок вялый в пятницу поэтому может может быть не все так просто вот я бы конечно еще хотел бы здесь найти в статистике соотношения хороших и плохих сделок вот это было бы мне тоже очень интересно кто знает напишите пожар а вот long нет это long position loss loss trades short position profit trades но я не понимаю если кто знает как вот эту статистику нормально расшифровывать напишите пожалуйста в комментариях мне еще интересно очень статистика моя убыточные и хорошие сделки да чтобы посмотреть процент хороших сделок да вот убыточных loss trades profit trades вот это наверное да lost trades total процент а вот оно получается убыточных сделок у нас 14 штук это 51 короче 52 процента и профитных сделок у нас 13 штук это 48 процентов но тем не менее да мы зарабатываем тем не менее мы зарабатываем опять же если взять последних несколько дней профитных сделок у нас намного больше потому что мы начали придерживаться по максимуму начали придерживаться нашего money и риск менеджмента поэтому поэтому друзья придерживайтесь money и риск менеджмента и роста 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 вашим депозитам да смотрите как вот баловались там несколько дней что-то пробовали привыкали к торговым моделям торговой системе было вверх и было вниз и вверх и еще больше вниз и потом потихоньку с каждым днем да пошло вверх вверх сегодня четверг вообще очень хороший у нас день торговый как вы видите там за сегодня мы заработали если я не ошибаюсь я стартовал с 1007 долларов за сегодня вот больше 55 долларов 56 долларов получается за сегодня у нас в торговом все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь в телеграм в вайбер канал в инстаграм подписывайтесь кругом я буду выставлять эти ролики вот и у кого какая любимая социальная сеть туда подписывайтесь вот будете узнавать о роликах ну конечно же на сам youtube тоже подписывайтесь но самое лучшее если вы не хотите пропускать наши ролики да наши нашу живую торговлю подписывайтесь на телеграм телеграм самый удобный мессенджер из всех мессенджеров мессенджер скоро там еще и видео звонки введут вообще ему цены не будет шифрованный отличный без потери там каких-либо данных то есть ну телеграм отличный мессенджер так что подписывайтесь на телеграм лучше всего будьте всегда в курсе нашей живой торговли все всем пока пока хороших вам профитов друзья в жизни и на рынке и вообще в общей сложности все пока пока пока